Что, рачишка, ютуб платить ты не стал, да? Кэп, ну я тебе уже говорил, блин, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, ставку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Не разделяю твоих опасений, обычная пушка, судя по ТТХ. Капитан Очевидность, ТТХ это как детский алфавит, там не все показано. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И вот, наконец-то, добрались мы до Маузер Кар 98К. Воистину легендарное оружие, а в компьютерных играх оно, может быть, занимает третье место или четвертое после АК-47, М16 и, наверное, пистолета Глок. Снайперская винтовка, которая прославилась своим великолепным нагибом в таких играх, как PUBG и Warzone. И вот, наконец-то, эта пушка добралась до Варфейса. Печаль лишь в том, что в Варфейсе степень нагиба с ней многократно выше, нежели в том же Warzone или PUBG. И, наверное, вы, так скажем, закономерно спросите, а что такого в этой болтовке особенного? А вся суть тут в том, друзья, что, мало того, ТТХ хорошая и ваншотит она прекрасно. Ну, в основном, кроме некоторых сетов. И, опять же, если поставить соответствующую сборочку, а сборочки здесь есть, то будет вообще шоколадно. А фишка в её удобности. Да, я знаю, у нас в ТТХ нет такого параметра, как удобность. Но я сейчас объясню вам, о чём идёт речь. Вот у нас есть много болтовок. Есть, например, Трувелло. Есть у нас всякие Орсисы. У нас есть такая винтовка, как Выхлоп. И на фоне большого количества всех этих замечательных винтовок, некоторые из которых являются имбами, имеются у нас АИКС и Кракен. Да, те самые, как бы, винтовки, которые уже, можно сказать, ушли в историю. Но, кстати, не ушли. Многие играют с ними. И вопрос, почему? И тут всё очень просто. Как и Карчик, вот этот Маузер новый, эти винтовки крайне удобные. То есть, когда вводят какую-то болтовку, скажем, вначале на ПТС, или в былые времена просто в игру, ты берёшь её в руки и начинаешь привыкать. Играешь 5, 10, 20 мясорубок, а то и несколько дней, перед тем, как у тебя начнёт что-то получаться. Но когда в Варфейсе впервые появился АИКС-308, таких проблем не было. Даже после Макмилана, хотя они отличаются по зуму, они отличаются по многим, скажем, геймплейным моментам, люди брали АИКС и понимали, блин, пипец, удобно, сука, сразу летит. Вот взял, и в первой же карте пошёл серию убийств делать. То же самое, друзья, было с Кракеном. Вот хороший пример, это как АСЯ. Человек, который вообще не играет за снайпера, вообще не играет, я вообще не играю с снайпером. Когда-то, давным, несколько, там, 4, по-моему, 5 лет назад, я играл им на мясорубках. Всё, после этого я беру этот класс раз в несколько месяцев, какой-нибудь ролик снять, и не более того. Если я возьму какой-нибудь даже чей-то к Жала, там, Трувела, многие винтовки, то мне придётся привыкать, мне придётся играть несколько десятков матчей, чтобы вот действительно почувствовать оружие, чтобы начать с него нормально попадать. Но не с АИКСом, Кракеном или Маузером. Тут вообще никаких вопросов. Просто, вот ты его просто берёшь, ты вообще не снайпер, ты там инженер, медик, кто угодно, штурмовик, ты просто вообще, там, не знаю, человек, наверное, из другой игры. Ты берёшь Маузер, ты нажимаешь правую кнопку мышки, и он открывается с таким зумом, с таким ходом прицела, покачиванием, что у тебя проблем не возникает. В принципе, как на АИКСе или как на Кракене. То есть ты просто вот, просто бежишь, открываешь прицел и попадаешь. И вот просто это получается при любых раскладах. Вот такие дела. Это главная фишка этой винтовки, поэтому, я не знаю, наверное, будут, конечно же, даже в ближайшее время, ну, у нас, сами понимаете, гонка вооружения, будут выходить более качественные, более нагибные винтовки. Но в Ангую часть населения, а может быть, пол варфейса и больше, будет бегать именно с Маузером. По той самой причине, о которой я только что говорил. Ладно, скажи, модификации хоть поставил? Да, капитан, очевидность моды я, друзья, поставил. Я не стал запариваться с модами на Маузер. Почему? Потому что, как бы, мне хотелось более-менее в таком первозданном виде винтовку попробовать. Поэтому я оставил вот такую сборочку. Я считаю, что она, ну, в принципе, нормальная, она там не улучшает какие-то там параметры типа я быстрее бегу или так далее. Но я считаю, снайперу это, в общем-то, и не нужно. Я, по-моему, поставил такой неплохой сбалансированный вариант. Более быстрый зум, более хорошая перезарядка и быстрая смена оружия. Я считаю, это то, что нужно. Это в самый раз. Маузер вообще такая пушка, которая, по моему мнению, в модах не нуждается. Вы знаете, для меня вообще было странным принятие разработчикам решения поставить, установить моды, возможность модификации на эту винтовку. Не, я понимаю, а КСУ, как бы, да, там ТТХ хорошие, но далеко не идеальные. Или там пистолет Макарова. Я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем того РСНР улучшили с помощью модификации. Там вообще, короче, пушка нормальная получается. Я с ней уже отыграл, вы на днях это увидите. Но Маузер, Маузер, куда Маузеру ещё модификации? Я понять не могу. Темп отличный, урон охрененный, точность замечательная. В этой винтовке есть всё, абсолютно. Всё, чтобы без всяких модов втащить, божить и доминировать. Знаешь, Ебукентий, излагаешь ты, конечно, красиво, но я что-то сомневаюсь, что это будет новая мета. Капитан Очевидность, я тебе ещё раз объясняю. Дело не в том, что я красиво излагаю, а в том, что она удобная. Да, действительно, друзья, это такой параметр, который не увидишь, не пощупаешь, пока не попробуешь, пока винтовку не возьмёшь в руки. А когда возьмёшь, всё, всё как бы будет великолепно. Поэтому у меня сомнений нет. Вот людям реально не хватало, таким снайперам, кто постоянно ими играет, не хватало винтовки, которая как бы была удобной. Вот реально, на 100%, с которой залетала бы. Ну, увы, винтовки, они классные, они прикольные. Вот даже недавно капитан Фаника жаловался, говорит, что, блин, берёт чей так жало, и вроде всё в нём хорошо, но, блин, что-то так не летит. Вот, говорит, дали бы мне кракен. Лёня, поздравляю, вот твой кракен. Поверь мне, как только ты его возьмёшь в руки и поиграешь, там, 5-10 мясорубок, побегаешь с ним, разомнёшься, ты будешь божить так же, как божил раньше с кракеном. В этом я не сомневаюсь. Опять же, будут выходить более какие-нибудь крутые винтовки. Возможно, там, с уроном ещё больше, чем у Трувеллы. И так далее. Но я думаю, что карчик, маузер, это мета на ближайшие, не знаю, месяцы, а может быть, год и более. Возможно. Очень даже может быть. Сбалансирован ли этот маузер? Конечно, нет. У нас опять просто нереальный зум. У нас очень комфортный, великолепный темп. У нас теперь ещё возможность модифицировать винтовку под свои нужды, скажем так. И единственным плюсом для баланса является то, что ну, слава богу, наконец-то, есть винтовка, которая пусть и имба, но она без глушителя. Потому что последнее время наши разработчики новые пошли по той старой кривой дорожке. Каждую новую имбовую пушку на снайпера оснащать интегрированным, супер-мега-мощным глушителем. Здесь, слава богу, этого нет. Но в целом, друзья, хотя Кэп у нас и сомневается, что эта винтовка станет новой метой, дт и тп, но я думаю, когда люди распробуют, люди поймут, насколько она практичная, простая и эффективная, именно она метой-то и будет. Магиб.